Время собирать шайбы. Владимирские хоккеисты подвели итоги сезона 2017-2018. На его торжественное закрытие в областную филармонию пришли победители и призеры регионального чемпионата среди взрослых и первенства среди юношей, первенства города Владимира, ночной хоккейной лиги и, конечно, победители финальных соревнований «Золотая шайба» среди юношей 2007-2008 годов рождения. 21 апреля 2018 года муромская команда «Кристалл» впервые за всю историю Владимирского хоккея стала победителем всероссийского турнира. В этом году мальчишкам стукнул 10 лет. Это были их первые такие значимые соревнования. Вот это первые соревнования, такие хорошие в их жизни. И они, скажем так, с первого захода сразу завоевали первое место на «Золотой шайбе». Мы на тренировках очень сильно трудимся. Из-за этого у нас все получается. Я хочу быть похожа на полу «Доска». Это хоккеист сборной России, он играет в «Ска». Всероссийский клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» появился в 1965 году. Через два года команда из «Гусь-Хрустального» заняла второе место в финальном этапе, уступив новосибирским хоккеистам. Переплюнуть это достижение Владимирцам удалось лишь спустя полвека. В финальном этапе «Золотой шайбы», который проходил в подмосковном Дмитрове, приняли участие более 170 команд со всей страны. Муромским хоккеистам прийти к победе помогли грамотное наставление тренера и сплоченность в команде. Кризис стал чемпион! Победил сегодня он! Первый вице-губернатор Алексей Конышев, который возглавляет Федерацию хоккея Владимирской области и сам время от времени выходит на лед, уверен, что успехи наших хоккеистов впоследствии приведут к формированию профессиональной команды, пусть даже юниорской, как говорится, на вырост. Именно с вас начинается то возрождение хоккея Владимирского, то будущее. А я абсолютно уверен, что это будущее большое, славное, можно сказать, великое. Именно начинается с вас. Мы приняли решение, что готовить именно молодежь. Вы составите будущую основу нашей Владимирской, я уверен, профессиональной команды. Нам надо своих носить ребят, а не комплексовать ее с приезжими варягами. Показательно выступила и Александровская команда «Рекорд», которая второй год подряд демонстрирует отличные результаты в ночной хоккейной лиге. В этом сезоне Александровцы стали четвертыми в России среди любительских команд в Лиге надежды. Тренер «Рекорда» Дмитрий Зайцев оценивает результат на 4 с плюсом и шутит, что не будет бриться до тех пор, пока команда не добудет медаль. Четвертое место, как бы, такое утешительное. Ну, большая работа, ну, довольны. Рекорд существует с 1981 года. Главными критериями своего успеха Александровские хоккеисты считают преемственность. Многих членов команды связывают родственные узы. И, конечно, упорство. У нас сейчас инфраструктура просто супер. У нас есть ледовый дворец, у нас есть шикарный фокус, у нас есть плавательный бассейн, у нас есть шикарное искусственное поле, беговая дорожка. То есть мы готовы тренироваться день и ночь, и результаты придут. При поддержке министерства спорта, администрации области идет мощное развитие инфраструктуры. В том числе вы видите, сколько за последнее время построено, введено в строй ледовых дворцов, катков. И, конечно же, это все ведет и к массовости. Население получает возможность заниматься любимыми видами спорта, зимними, хоккейными видами спорта, в том числе, если мы сегодня говорим про хоккей. И, конечно же, для ребят, для спортсменов, которые занимаются на более серьезном уровне, это дает возможность развиваться, повышать свое совершенство и свое мастерство. Результаты говорят за себя. По оценкам представителей Федерации хоккей Владимирской области, прошедший сезон оказался одним из самых прорывных для наших спортсменов. У нас в этом году очень хорошо выступила команда «Атлант» из поселка Мелеха, Ковровский район. Они по юношам стали чемпионами Владимирской области, а среди взрослых были вторыми. Судогодец, Судогда тоже очень давно не были в призах. Это я имею в виду взрослую команду. В этом году они третье место заняли. И юноши были вторыми. Закрытие хоккейного сезона для спортсменов – понятие формальное. По факту они уже начали готовиться к сезону следующему. В планах участие в первенстве Нижегородской области и в межрегиональном первенстве «Золотое кольцо». Вице-губернатор Алексей Конышев от имени Светланы Орловой поздравил спортсменов и приступил к награждению самых отличившихся из них. Наиболее бурно чествовали, конечно, молодежь. Будущее Владимирского хоккея. Светлана Миронова, Карина Романова, Станислав Трегубов, губерния 33.